Что в кошельке унилета? Ребята, сколько зарабатывать мне это? Ты не против? Я тут по кошельку все понятно. Когда-нибудь конвертировать все потраченное на приколы, на шмотки. У меня есть клипс за 15 миллионов. Был один раз, я помню, мне предлагали рекламу на 45 миллионов. У меня недавно такое было. У меня было на карте 4 тысячи рублей. А сколько сам большое за месяц зарабатывал? 5,5 лямов сгонять на Северный полюс. Фирма Шебер. Шебек. Реально, слушаясь по-русски читать, это Шебек. О, 220. Все, рабочая температура. Ребята, любители покопаться в грязном белье, любители залезть к другому человеку в кошельмен. Братан, это твой кошелек? Да. Что в кошельке унилета? Ребята, сколько зарабатывать мне это? Ты не против? Нет, тут базар идет. Тут, знаешь, это прошаренные люди должны такие, ааа, тут по кошельку все понятно. Батега. Чего-то там винета, венгета, виндета. Батега винета. Маде и Нитали, сколько? Тысячу стоит она? 4 тысячи долларов за портфель и кошелек. Батега. Батега, рубль стоит, не больше. Портфель дорого у нее будет стоить? Портфель что-то 250, получается, стоит. Батега, да? Ну, вот как раз 3 с небольшим он стоил. Не знаю. Батега мне очень нравится. Да, там Сенсор где-то. Тысячу долларов, наверное, стоит кошелек. Так, погнали. Сколько? Мы прям вообще к сути вообще переходим. Я не буду говорить, какие банки у Дани. По идее, из этого кошелька можно оставить только одну карточку и права, которые стекли, кстати. Вип-проход в зажигалку. Я сразу-то, почему сразу по самую дальнюю достаешь? Почему сразу дальнюю достаешь? Ну ладно, нет без такого. Ты качественная. А насколько это по-ублюдски в чужом кошельке копаться? Ну, ты спросил, мы на камеру снимаем. Я же рядом. Судя по той музыке, которая вам нравится, и как вам заходят песни про деньги от Инстасанки, вам интересно всегда говорить о деньгах, о том, как классно ты себя чувствуешь, когда они есть. Вот. Покопаемся в моем кошельке, мне не зашкварно, если вам интересно, скайп вообще. Короче, я не думаю, короче, здесь, ну, грубо говоря, соточка здесь есть, если все с валютой перевести. Слушай, ну, мне тут, наверное, 80 или 100, да, она легка мне жить. Какие-то лимитки G-Shock'и? Это лимитки G-Shock'и, я бы, ну, не знаю, показывал. Лимитки 20-го года. Это ручная работа, ковка, это вот эти самые мастера с палочками в Японии. Я не знаю, сколько мне их, это мне над них употребили ребята. Я помню, был год, когда мы друг другу дарили часы, все мне скидывали, всякие эти часы, вот. Я раздул за эти, не хотел себе Rolex'и. Я видел такие, стоили что-то 700, 800 тысяч. Сделался? Да, потому что лимитка. G-Shock'и? Короче, они-то за 700 или за 900 и купили их, по-моему, насколько я знаю. Да, это лимитка, таких было 250 или, не помню, или 500 всего. Я никогда не видел, что G-Shock'и стоили столько денег. У них каждый год была лимитка, это титан, это ручная работа. А, я смотрю, такие легкие они. Если учитывать, что это ручная работа палочкой, это вот, загугли, это типа вот драконьи вот эти часики, то получается, что они вообще каждые уникальные. У меня вот есть вот эти, и я себе с Айнбонс еще брал. Ролик с ним не хотел бы себе. Не знаю, я видел некоторые прям прикольные мне нравились, которые как раз не все в брюликах, а вот с определенным цветом камней, вот с цветным, кстати, мне какая-то какая-то модель нравилась. Но я, ну, типа, не один любитель. Вот у меня одни есть у меня с Айнбонс, такие из серебра с чистого. Там 263 грамма серебра, они вот такие, блядь, в готическом стиле сделаны. То есть брутальные крутые часы, такие, блядь, ну, 263 грамма они весят. И вот эти трушные, типа Касио, японские, самурайские. Я же любитель GDM и японских тачек и японских часов. У меня есть какие-то прикольные, недешевые вещи. Если хотите послушать о дорогих вещах, о недвижимости, о крутых тачках или кроссовках, обращайтесь к Наваи, он вам расскажет про то, как, как нужно красиво флексить. У него на это действительно есть возможности, и он это дело любит, вот. И он интересных вам расскажет, истории про машины, про свои часы. Я такой, я простенький. У меня там постоянно, значит, под воротами какие-то. Либо пацаны там мелкие выкричат, не лето, ходи гуляй там. У меня уже все равно знаю, где я живу. Взрослые там, то есть кто там работает рядом на автомойке. Ну, то есть много людей. Ко мне бывает, что ты там приедешь, какой-то подарок оставишь. Мне или моей сестре там. То есть моим родственникам на праздники мои фанаты что-то дарят. Я это постоянно вижу, то есть у ворот. Но нет, это страшно. Боже, ну ты понимаешь, что ты положительный. Ты, вот, как и человек. Ты понимаешь, что помни? Нет, нет, нет. Ты, как и человек, у людей нет причин тебе делать гадости. Ты не эпатажный, ты не одиозный. Люди всегда найдут причину, за что можете сделать гадость. Если, тем более, ты успешен, у тебя все, ты счастлив, успешен, у тебя есть деньги. Люди от зависти всегда готовы тебе, блядь, ну, наговнить. Не, я знаю, есть ряд людей, которые считают меня душным, кринжовым. Кто-то говорит, что я долбоеб. Блядь, с кайфом мы все вправе считать кого-то долбоебым. Главное им на самом деле не быть и не казаться. Не казаться, реально, либо ты им, блядь, есть долбоеб, либо им не быть по жизни. Я считаю, что, блядь, у меня вроде все нормально. Я вообще в целом люди, с которыми я общался в тусовке, вот, не знаю, вот здесь вот люди. Любые какие-то истории с какими-то, ну, какие-то блогерские, какие-то спортивные, там, музыкальные. Вот, зная четко нормальных людей и, блядь, уебков. С уебками откровенно не общаясь. Ну, да, у меня буквально вчера или позавчера спросили, там, что-то, а вот вы блогеры, блогеры. Сколько хороших, очень много хороших блогеров, но, к сожалению, гораздо, ну, как людей. Но, к сожалению, гораздо больше уебков. Ну, у всех маленькая, у всех разная граница того, когда голова поедет от популярности или денег. Ну, и что-то происходит с людьми. Финансовая грамотность. За время того, как ты начал зарабатывать деньги и за твою артистическую деятельность, как бы сказать, во что ты грамотно инвестировал, если мы берем такое, допустим, что ты успел купить себе такого, чем можешь гордиться и похвалиться? Ну, про Skyline, типа, то есть, если говорить про тачку, у меня одна машина, я купил ее еще три года назад, это был Skyline, я купил его за миллион, 34-й Sky, купил за миллион, ложил туда, ну, около 5 миллионов, то есть, 4-5 миллионов. 5 миллионов! Короче, надо ехать, снимать обзор на машину, не лето. Да нет, да там просто, ты же знаешь, там, покупаешь этот карбоновый капот, он стоит 200-150, ты берешь, что, блядь, панель от GTR, типа, из ЯПа, вот этот, который, типа, ну, 34-го, он стоит, там, 120-50 тысяч. А, Слав, сделал мотор, мотор, какой стоит? Мотор 25-й, ну, в смысле, он, ну, на бусте, там, 430. Взял вот эту машину и ее, там, попрекаловался, скачал, там, что-то музон какой-то, что-то переобшил, покрасил, карбон сделал по кузову, двигант затюнячил, пневму поставил. Ну, пневма такая, блядь, колхозная. На самом деле, там, надо много чего менять. Оптику поменял, там же сейчас новые детали можно на старые тачки некоторые японские заказывать. С ЯПа прям. Ниссан начал выпускать новые детали на культовые эти, но они стоят взорванных денег, поэтому такая сумма. Ну, и по сути все, были какие-то там мелкие, ну, в основном одежда, то есть на одежду, капец, сколько денег, надо, если посчитать, в сумме потрачено. Это если прям на себя приколющее. Да много, я много чего покупал. Если собрать воедино, не знаю, какие-то истории с компами, у меня дома 6 компов, 6 компьютеров. Если брать какую-то технику для развлечений, для приколов, для работы, микрофоны, компьютеры, то есть ПКшки, ноут, там, не знаю. Если брать вот эти все приколы, ну, там, наверное, много денег. Я бы хотел приколосоваться, вот так, знаешь, когда-нибудь конвертировать все потраченное на приколы, на шмотки, вот. Знаешь, деньги, которые ты не считаешь, когда знаешь, что можно на такси, там, и ехать откровенно, вот, за, там, за 1200. Ты такой, раз, дай, бизнес, ебал, там, 4-5 тысяч. Когда-то друзей, там, приехали родственники, ты им закажешь бизнес, там, приехал кто-то из друзей, твоих, знаешь, близких, ты такой, блядь, закажу ему, закажу ему, пример, там, или элит, ну, пусть кайфанут пацаны. То есть, откровенно, это, наверное, огромные деньги. Можно было вот так сейчас стопку из, там, из 30 миллионов вот так вот сложить, наверное, лямов 30 вот так сложить, это будет, знаешь, когда-то. Я, конечно, заказал еду какую-то. Для себя почти ничего не покупаю, вот, купил электроскутер за 200 тысяч. Хочу сейчас за 630 купить электроматайк, вот, покататься. Так, хотел купить еще одну машину в семью сейчас. Купил, по идее, дом маме, сделал ремонт внизу на 10 миллионов, на втором этаже сделал миллионы на 3, мол, своими руками практически. Поэтому, соответственно, так дешево вышло. Папе купил машину. Что за машину взял? Вначале купил мухи, витую обоиху, хотел папе подарить. Но он у меня достаточно взрослый, он 70 лет. К 6-й, что ли? Да, я к 6-й взорвану на стейдже. Думал, блядь, пусть он до этого хуедка и пойдет. Хотя, откровенно, понимал, что нужна другая машина, но у него такая есть, чтобы возить, там такая дачная тачка. Все, потом с той машиной не получилось, я понял, что, ну, типа, ему она не подходит. Купил другую. Там, по-моему, Делика, Митсубо Делика свежего года. Прикольно. Вот, ему вообще идеально, на рыбалку, для семьи. Делика – это вообще легенда. Кто знает, Делика – это вообще микроавтобус на полноприводе, который там лифтует, там дизелек, наверное, мотор какой-нибудь. Да. Классная тачка. Ну, есть Toyota Hi-S, например, такая тачка тоже, которая, давай, Делика, Митсубо. Ну, там есть вот такие модели, которые, да, вот, купил ему. А так, я же, Кирилл, очень много помогаю родным. То есть, я как бы не пытался снизить свои расходы, даже в те моменты, когда я уже вроде особо не зарабатываю, я же специально сейчас не выступаю, я откровенно практически не выступаю. Но у меня все равно, сука, в месяц полтора-два миллиона расхода на карте. И потому что я постоянно делаю какие-то переводы, там, маме с сестрой, сестре, каким-то друзьям что-то помочь за аренду туда. И ты такой раз, типа, у тебя миллион двести, ну, типа, хуяк, полтора-два миллиона трат. До этого они были каждый раз, ну, в месяц, три с половиной-четыре миллиона каждый месяц. Ну, то есть, у меня траты, ну, карты. Ну, то есть, это он же переводы считает. Соответственно, вот эти все переводы, куда-то там в Екат папе денежку закинуть, кому-то еще. Маме зубы сделал, вышли пять с половиной миллионов зубов. Вышли пять с половиной-шесть миллионов зубов и встал полностью, с нуля. Как бы есть моменты, да, плюс где-то миллионов десять вложил в один проект параллельно. Это как раз если говорить про инвестиции, которые пока что, как бы, о нем я ничего не говорил, ничего не известно. Это такая история спортивная. Миллионов в десять туда закинули. Клип я снимал. У меня вот есть клип, он стоит 15 миллионов. Клип. Вы слышали в треках, где, блядь, выебываются артисты и говорят, ма, клип стоит 7 миллионов. Даже у Моргена какой-то там еще достаточно на пике, у него был какой-то трек или кто-то там. Ну, то есть есть артисты, я не помню, кто именно. Есть артисты, которые говорят про то, сколько у них стоит, там, 5 лямов или 10 мультов стоят их клипосы. У меня есть клип за 15 миллионов. Кто-нибудь об этом знал? Был один раз, я помню, мне предлагали рекламу на 45 миллионов. Серьезно? Да, и я в течение пяти минут от нее отказался. А почему? Это была реклама банка, просто банк. А я такой человек, который откровенно не очень, да много раз я говорю, что я не очень люблю деньги, не люблю их. Ну, то есть я их, блядь, остерегаюсь. Понятно, деньги любят все. И вопрос, счастье ли в деньгах, никогда не скажешь. Деньги в любом, определенно могут вызвать чувство счастья у человека. Когда ты можешь себе позволить, ну, много всего, путешествия, я не знаю, какие-то кайфы. Они делают тебя счастливее, точно. Но можно быть счастливым без них. Вот. И я как-то, типа, их остерегаюсь. Банки, типа, ну, какая-то нетушная история. Поэтому я же ставки не рекламирую. То есть даже легальные. То есть у меня вся история связана с каким-то азартом, с игрой, типа, связанной с деньгами. Ставки, банки, любая система финансовая, я это все не реклама. А у тебя, к сожалению, а упущенной выгоды не было? 45 миллионов, блядь. Вообще нет. Ну, ты рекламу, по-моему, Крит потом взял. Да, у меня вообще пофиг был. Я не хотел с банками, типа, что-то рекламить. Мне сказали, вот, подумай, давайте перезвонить в Скорпедальнике. Я говорю, пацанами, а мы были, как раз, в аэропорту, где лежали, сидим. Я говорю, да я не говорю, пацаны, а что, я говорю, точно, в смысле, деньги, может, там. Надо быть всего лишь вот это, вот это сделать, там, ролик, который, что-то еще такое. Нет. А по финансовой грамотности вообще как? Копишь, откладываешь? Или бывает так, что в ноль вообще ничего нету? У меня бывает такое, что в ноль. У меня недавно такое было. У меня было на карте 4 тысячи рублей. На ИП 2,5 там или там 800 рублей. И на карте. Я такой думаю, Даня, ты что, ебнулся? В смысле, ты такой вот скажешь, типа, да ты не Лето, типа, артист, который там в стриме, там, все, там, ну, движняк такой. По сути, у меня столько есть людей, там, в семье, в друзьях, которым помогаю, кого-то кормлю. То есть у меня столько, по идее, затрат финансовых. А я такой, в какой-то момент понимаю, у меня 4 тысячи, ну, в сумме реально около 6 тысяч рублей на карте. Ну, как бы, я просто понимаю, что у меня придут деньги, я знаю, что там, например, у меня было выступление, я знаю, что можно в конце месяца там будет денежка, или я сейчас попрошу ее скинуть. И это такая нормальная денежка, с которой можно дальше, там, даже чуть-чуть флексить, понимаешь, что-то все покупать, какие-то приколы. Сейчас какая-то денежка есть, ну, есть, я сейчас думаю отложить денежку, и надо, думаю, машину купить, говорю, в дом сестре, чтобы она ездила. Она, может быть, на работу устроила, чтобы она была. Прошу на сапог. А, бро, это еще не сапог, Кирилл. Ты не понял, что такое сапог? Слушай, ну, в нашем понятии это просто прям... Бро, сапог? Это, блядь, короче, это ебать, что за должен быть. Не, я могу угли активировать, накупить, братан, если мы о том думаем. А ему все, хоть я не шаю, всяко. Честно, мне даже интересно попробовать, насколько я его сильно испортил. Ну, по мне, вот это мне нравится больше. Серьезно? Может быть, привычка, что с детства у меня, папа постоянно все на сковородке обжаривался, что будет. Яйца, помидоры, сыр закидывает. Ну, ты ешь с маслом, вот такую жареную тему. Это прям больше, чем... Ну, это well done. Прям well done. Well done. Done. Вот, я вообще такой не могу хавать. Блин, это просто это... В смысле, у тебя кровь в тарелке, бро. Отлично, но... Ну, ты тигр. А вкус и цвет товарищей нет. Это как бы тут очевидно. А вообще, сам по себе стейк, по идее, думаю, что вот до этого был вообще, видимо, какой-то идеальный. Этот ближе к идеальным для меня. А так, я же знаю, что ты очень, типа, любишь эту тему. Жарить мясо и сделать это круто. Обидно, наверное, таким людям, как Кирилл, когда приходят, такие, как я вот старается, готовят. А я такой, блядь, не шарю. Мясо вкусно, все. Ну, вкусно. Был в обиду, знаешь, если бы мы сидели не в доме, а в пещере, блядь, из цивилизации, ты пошел, убил оленя, разделывал его, пожар. Он такой... Ты же понимаешь, что... Иди, убей еще одного. Другая атмосфера больше была. А тут что, закинул в гриль, тайминг, чуть-чуть души. Такая с тобой самая дорогая покупка в жизни. В Яндекс.Еде еду себе считать, самая дорогая, чтобы... За раз дом маме получается? Ты спросил для себя, да, мама, наверное, самая большая покупка? Ну, дом. Что-то продуло дом, вот я его покупал. Но я его, кстати, не дорого купил. 23 миллиона и отдал. Спросненький. Потом, когда уже прошел это время, 2 года, мы уже могли... Хотели продать, за 32 мы у нас готовы его купить. Сейчас я сделал там ремонт. Ремонт стоил, ну, на первом этаже, вот где-то миллионов 10 я отдал. Лямов 10 чисто вот этот первый этаж, гостиная с кухней просто. То есть, для меня он уже стоит 32 миллиона. Плюс я сделал наверху, айп, кайфовый там прям. Еще если сейчас облагородить участок немножко, сделать гараж, у меня этот дом будет стоить порядка 55 там миллионов. Олег, ничего и не было больше. Ну, сколько сам большой за месяц заработал? Знаешь, я тебе сказал, у меня всегда были траты, вот, в месяц. Просто если по карте судить, 3,5-4 миллиона в месяц. Какие-то, понятно, есть траты и дискарты. То есть, это, получается, еще не все деньги. Вот, получается, вот мой заработок примерно какой. Ну, сейчас понятно, что уже не такой. А ты снимался в рекламе производителя, да? Дермишь? Была, была такая тюрьма. Там я не помню, сколько заплатили. Но там была крутая тема. По итогу мы сняли вот эту рекламу под мой же трек. И я его чуть-чуть переделал под рекламу. При этом он не был пошлым. И там, по сути, ничего не было про призики и про секс. Там было все очень тонко завалировано. То есть, мы заработали денег. Предохраняться, по сути, это нормальная тема для молодых и вообще кто-то. Ну, как бы, хороший пример на самом деле. Ну, да. То есть, прикольный, то есть, хороший пример. Это для здоровья. Я заработал денег. Я не сильно сделал историю зашкварную для трека. У меня этот трек, наоборот, еще стал гораздо популярнее. Я получил в Пуш. Сезон? Там просмотров на этом... Он какой-то, как клип. Там десятки лямов просмотров на этом видео, на рекламе. То есть, эту песню кто-то знает с этой рекламы. То есть, ты такая красивая трека, он достаточно прослушиваемый. А изменили ли тебе деньги? Хотя бы в моменте. Да, не всех меняют чуть-чуть. Ну, в смысле, прям, там, скружили голову, как говорят. Наверное, нет. Я просто их особо не считаю. Я могу их там тратить, покупать разные приколы. Реально, ну, я особо денег не жалею. Но так, чтобы я ходил, ты мне говорил, Бля, разъеб. Смотрите, у меня нахуй. Бля, я тут сам охуенный. Я не покупаю сегодня ничего особо взорванного. Если я покупаю что-то дорогое, я это сильно не палю и не показываю. Хотя мог бы, наверное. Но я не люблю флексить деньгами, их показывать. Потому что я знаю точно, что есть люди, у которых этих денег больше, бля. И ты, как бы не показывал, там, Chrome Heart свои, бля, там, да, за 250-300 тысяч очки, там, сумку за полмиллиона. Бля, есть человек, да, есть Тимати, у которого, бля, сумка стоит 2,5 миллиона. Ее носит, блядь, охранник, блядь, за тебя. Вот два таких. И, блядь, ну, что, ты будешь пить за него? Нет. Говорит, что я охуенный. Ну, то есть, можно быть стильным? Это разъеб. Типа, уметь чувство стиля, вкуса, уметь шарить в этих вещах, да. Разбираться в том, что сейчас в трене, там. Ну, короче, уметь вкусно одеваться, знаешь. Вот это, как бы, крутой скилл, этим можно похвалиться. А чисто бабками, блядь. Большой бизнес, наверное, если бы какой-то был, и этим можно похвалиться, да. А то, что, если у меня там есть какая-то дорогая вещь, блядь. Есть люди, у которых есть дорожка. Пускай там блогеры, хозяева, да, или какие-то там пацаны зарабатывают, вообще бабок тоже, блядь, немерено. Ездят все на геликах, к инвежину подгонишь, они все-таки на геликах подскочат. Блядь, молодые пацаны. На геликах такие. Мы на Рону Логан подъехали с пацанами взрослые. Разный менталитет, разные чувства. Они моложе, они флексят. Мне 32 исполнится вот скоро. Нет, ну, типа, у меня тут другой вообще флоу. Я лично для себя считаю, что каждый человек, особенно если мы, вот как мы с тобой, я в Саратовской области, ты в Челябинске. Ну, то есть, периферии. И у нас, да, с ИКБ, извините, да. В Челябинске, это я с Виталькой Орехом перепутал. Примерно то же самое. Да, ну, извините, четвертый город по населению России. Короче, потому что, Челябинске не приходит ИКБ совсем. Но ИКБ понятно, что это. Ты должен накормить себе нищего человека. Процентов 70 вещей, которые ты купишь, вот, допустим, да, у тебя есть, вот, ты там живешь в деревне, где-то на периферии. Ты мечтаешь о Роллс-Ройсе. Если у тебя появится возможность финансовая купить этот Роллс-Ройс, и ты его купишь, ни в этом страшного нет. Ты должен через это пройти, ты должен накормить себе нищего человека. А если ты его не купишь, то ты еб***ь мудрец. То ты просто мудрец, который уже преисполнился и познал. Ты понимаешь, что эти деньги можно вложить в совсем другие вещи. Вот. Но дорогие вещи, часы, все должны через это пройти. Просто, чтобы, знаешь, попробовать, чтобы понять, что это полная хуйня. Как только, когда эта мечта становится явью, это просто, допустим, о чем вы мечтаете, да? Ну, вот если для пацанов, о машине, гелик, например, да? Как только вы купите себе гелик, заветная мечта перестанет быть таковой, и вы на гелик начнете смотреть, как на машину такую же, как там двенашка и десятка. И будете видеть в ней все те же самые недостатки, что есть двенашки и десятки. Их там будет меньше, но на своем уровне они тоже будут. Позвищем. Да нет, есть приколы такие, которые вдохновляют. И когда ты реально заработал, понимаешь, что ты, б***ь, сам заработал, позволил себе купить. Часы там, например. За 12 миллионов ты понимаешь, что, б***ь, ну, например, это же какой-то уровень. Ты это для тебя... Медленно ешь. Ты, кстати, кушай, я, наверное, больше не съем. Я же тебе говорю, мало ем. Владос, попробуй кусочек валдановский, пожалуйста. Это вот этот. Я понял, да? Да, вот мне на твою классовщину. Medium Rare или Валдан. Рассуди нас. Б***ь, свои сухарики, три корочки. Выбирайте, давай. Тоже прикольно, кстати. Не сказать, что что-то прям посередине. Серьезно. Пошел ты в жопу, понял? Это вкусный предатель. Ну, почему-то вкусный. Это вкус, на самом деле. Мясо такое просто еще. Мясо. Так тут. Радовать себя тоже нужно. Не будешь себя радовать местами. У каждого мужчины должны быть свои какие-то такие вот... Свои места вот только для него. Это, знаешь, вот даже... Почему появились реально вот эти барбершопы, в которых для многих стало, типа, такое какое-то мужское, такое место туда пришел, там, они мужики. Ты... Это... То есть девушки следят за собой, а не вот такое. Какие-то... Вот словно красоты. Нас взять миникюр. Они следят за собой максимально. Мужика что, типа? Здоровье, чтобы было заебись, типа, да? В бизнесе там с делишками все порядком. Дома там, да бог, если ты мужик, у тебя, блядь, все будет охуенно. Вот. И вот какой-то такой вот единственный. И вот этот бьюти кайф это сходить там сделать себе прическу или бороду, если ты там дашь бороду. Самая отбитая бьюти процедура, в которой ты сидел. Вот, блядь, решил потонировать, чуть-чуть отрастить бороду со сами и потонировал ее. Вот, наверное, прикололся. А так вообще ничего не было. Может, пресс себе сделать вот это? Потому что делают же что-то там. Что с прессом? Типа делают из жира кубики пресса. Это Гдавина. Кто-то еще сделал? Кто еще сделал? Как сделал? Я не знаю. Что там на этого, блин? Филипп, по-моему, тоже сидел. А, Филипп, да. А вот разбившиеся мечты, типа, ну, не мечты разбившиеся, а как Кирилл сказал сейчас, типа, знаешь, думал, сейчас у меня будут бабки, я это куплю, и я буду охуенным и крутым. Но у тебя появились они, ты купил, и такое, ничего не поменялось, говно какое-то. Такое было? В чем-то? Нет, знаешь, какой-то прикол. У меня, если говорить, цели, мечты, у меня было, сука, две мечты, реально. Первое, это побывать в Антарктиде. А я в космос хочу. Ну, желательно, знаешь, куда-то туда, хотя бы чуть подальше. Ну, это физически, понятно, сложности, что... Ну, короче, все, блядь, кто шарит, кто знает, понимает, как сложности. Есть туда туры. Он уже очень дорогой, да? Один из самых дорогих туров, это, если насчет Земли брать, это Антарктида. Вот две у меня были мечты, это побывать в Антарктиде, на Северном полюсе. Очень круто. Или там, в Желательно Антарктида. И второй, это озвучить персонажа в мультике Дисней, какой-нибудь, Дисней, Пиксар, персонажа, который еще поет в песне, то есть озвучить полностью голосом и спеть. Ну, например, не знаю, взять Холодное сердце, там, принца, который, там, один из главных героев, и он еще поет в песне. Как Бурунов, типа, да? Вот то, что вот. Ну, Бурунов-то вообще профессор озвучки. Ну, он, да, то есть это прям диктор лютый. И она недавно просто пошла нахуй, из России, блядь. Дай бог, тут просто перевод какой-то от кого-то нормальный услышать, не то, что со мной перевести. Вот, соответственно, осталась только Антарктида и получается такая история. Два года назад, или год назад, да, директор моего лейбла Зион, Денис Сатаров с Ириной, они сгоняли на Северный полюс, меня звали. Он путешествует, стоил, что-то порядка 70 тысяч долларов. То есть еще 5 миллионов, 5,5 лямов сгонять на Северный полюс. В Европе построили корабль, ледокол. То есть вот есть наш такой ледокол, там ты будешь как на деревянной табуретке сидеть и плыть на Северный полюс. Они сделали, блядь, охуевший взорванный, ты можешь, блядь, в джакузи купаться и ехать на Северный полюс, ледокол. Охуенный, огромный корабль, за нормальные бабки, и там вот можно на нем гнать. И в этом году они погнали в Антарктиду. Этот корабль в Антарктиду был. Стоит от 53 тысяч евро, каюта на двоих. Но я просто понимаю, что от Антарктиды тебя, ну, довезут до этого маленького вот этого приострова. Это что, большой остров? Там пешком, на нем только идти, по нему, а это дико сложно. Поэтому тебя подвозят краешку и, соответственно, там же вообще все закрыто и инкогнито, никто тебе ничего не покажет. Да, пингвинов этих посмотреть. Ну, в целом, вот эта красота, этот объем воды вокруг, вот это место, которое миническое, вот туда хотелось. И в чем прикол, там, вот ты говорил про мечты и вот эта вся история. Я понял, что это настолько реально и просто. И я такой, не, никуда я не поплыву. Оставлено потом. Что, неужели, блядь? У меня было две мечты, одна нахуй пошла, вторая такая простая. Просто заплатил 53 тысячи евро и поплыл. И увидел, блядь, одну тортину. Хуже, как бы. Ну, просто для кого-то 53 тысячи евро заработать, это мечта. Понятно. Но когда это твоя главная мечта в целом такая, я же человек, который, блядь, мыслит, ебать, глобально. Но у меня есть еще одна мечта, но она неосуществимая. Что за мечта? Пока ты менял батарею, Кирилл хотел спросить у меня все-таки, что за мечта? Я говорю, не скажу. Я просто говорю, к тому, что есть одна мечта и она откровенно неосуществима. Физически. Вот. Но может быть на ощущение каких-то своих я пойму, что, типа, блядь, она состоялась. Но я о ней не рассказываю, не говорю. Такая чисто своя. И так про две рассказал. Вот, как, видимо, рассказал до этого, вот и не сбылось. Сейчас еще Антарктида, нахуй пойдет. Утонет, блядь. Растает, нахуй. Какая-то лава там ебет, блядь. И остров и рейсер сплавит и не сгнет.